Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. В свой первый дом, включая квартир, сегодня вручили детям-сиротам. Сколько еще нуждающихся в край? С новой жизнью редчайшую операцию провели врачи перинатального центра в Барнауле. В чем секрет семейного счастья? Медали «Родительская слава» вручили в Краевой столице. Ключи от квартир сегодня вручили детям-сиротам в Новоалтайске. Последними в уходящем году жилье получили две девушки. Всего же в 2018 в городе этой категории выделили 145 квартир, что, кстати, больше, чем в Барнауле. Как в этом году реализовывалась жилищная программа для детей-сирот, расскажет Анастасия Дороган. Очень много фурнитуры для кондитерского насадки и всего такого. Там дома места уже не хватает. Свою огромную кухню Регина давно распланировала. Ряд столов, плита, большая духовая печь для выпечки тортов, девушка-кондитер. Мелочи продуманы с 2013 года. Тогда она встала в очередь на жилье. Когда устала ждать, обратилась в суд, выиграла и уже в новой очереди достояла до квартиры. В январе вступила в силу 2017 года решение. Ну и вот сейчас дождались. Спустя почти два года, вот месяц не дошел до двух лет, как выиграла суд. То есть, ну, от срочки, от срочки, нету, нету, либо кто-то по очереди раньше. Все, кого в этом году обеспечили жильем, очередники с решением суда на руках. Это 421 человек. А нуждающихся детей-сирот в крае больше 7 тысяч. По словам специалистов Минстроя, в этом году прирост очереди удалось сдержать за счет большой выдачи. Ключи дарили в первую очередь в городах. И Барнаул далеко не лидер списка. Хотя почти все, кто уехал в тот же Новоалтайск, жители краевой столицы. В ведомстве говорят, компании в Барнауле неохотно идут на социальное строительство. Хотя, заверяют специалисты, в этом году они пошли навстречу застройщикам. Мы изменили способ формирования начальной максимальной цены контракта. То есть мы предлагали у них покупать жилье по рыночной стоимости. Значимого такого, чтобы они там все к нам выстроились в очередь, мы пока не увидели. То есть вот сколько получилось, столько взяли. Так на следующий год в Барнауле никто пока не строит жилье соцнайма. А значит очередники краевой столицы вновь поедут в Новоалтайск. В 2019-м Минстрой планирует предоставить также около 400 квартир. В этом году такой объем обошелся почти в полмиллиарда рублей. Большинство средств краевого бюджета. Вложиться придется и Регине. Впереди у нее первый ремонт в ее собственном доме. Ключи от которого она ждала почти в 6 лет. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Получат ключи от своих квартир наконец и жильцы Демидов парка в Новоалтайске. Подрядчик обещает сдать дом в уходящем году. Об этом заявили в Минстрой Трансрегиона. Как пояснили в ведомстве, сейчас подрядчик устраняет ряд замечаний. Всего в доме 754 квартиры. Их дольщики ждали 6 лет. Заселить жильцов Демидов парка должны были еще в 2016 году. Однако застройщик заявил о финансовых трудностях. Власти региона нашли нового подрядчика, который закончил работу на собственные средства. Удалось это после того, как край решил приобрести в долгострое квартиры для сотрудников Новоалтайского туб-диспансера на сумму около 200 миллионов рублей. Но, кстати, только медики получат квартиры под ключ. Остальные жильцы будут самостоятельно заниматься отделом. В Рубцовске спасли от обморожения 20 жителей Монголии, пассажиров междугороднего рейса. Их автобус, который двигался в Казахстан, сломался на трассе в сильный мороз. Пассажиры не растерялись, они остановили проезжавшие мимо машины и на пальцах объяснили, что случилось. В конце концов, автобус отправили на ремонт в одно из предприятий Рубцовска, а людей поселили в местной гостинице и оплатили им питание. Медики, проверившие иностранцев, среди них, кстати, были дети, простуты и обморожения не выявили. В Рубцовске иностранные гости провели сутки и сегодня продолжили маршрут. Пациентка алтайского онкодиспансера выпала из окна. Об этом сообщает Политсибру со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел накануне вечером. В результате падения женщина получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в реанимации. Известно, что недавно она перенесла серьезную операцию, имеет двоих маленьких детей. Была ли это попытка суицида или несчастный случай, правоохранительным органам еще предстоит разобраться. В следственном комитете и самом онкоцентре прокомментировать информацию отказались. Сегодня же стало известно о падении из окна Барнаульской высотки на улице взлетная мужчины, который на месте скончался от травм. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Продолжаем выпуск. Врачи краевого перинатального центра успешно провели редкую операцию. Уроженица была опасная для жизни патология – врастание плаценты. Без своевременной помощи медиков женщина могла бы погибнуть. Об одном из сложнейших случаев в истории алтайской медицины и о том, как сегодня чувствует себя малышка и ее мама, для которой, кстати, это уже пятый ребенок, расскажет Валентина Аскерова. Операцию кесарево сечения называют царскими родами. Так родился сам Цезарь. До 16 века все операции кесарево сечения заканчивались гибелью матери. Теперь же медицина позволяет не просто спасти жизнь матери и ребенку, но и сохранить репродуктивную функцию роженицы. Причем медицина шагнула настолько вперед, что выживают даже в случаях самого высокого риска. За жизнь малышки и ее матери, которая по религиозным соображениям не решилась показаться перед камерой, больше двух часов боролась бригада из десяти медиков. К слову, обычная кесарева длится меньше часа. Но у женщины была одна из сложнейших патологий – врастание плаценты. Это патология, при которой плацента прорастает в стенку матки, и отделить ее не представляется возможным. И опасно это очень массивным, угрожающим жизни женщины кровотечением. В ходе операции женщине потребовалось переливание крови. Но уже на следующие сутки мама смогла встать с кровати. Врачи подчеркивают, в отделении патологии нет простых историй. На такой случай один из 500. Сейчас малышка и женщина, для которой это уже пятая кесарева, ждут возвращения домой. Ситуация может развиться по такому сценарию. Сама женщина родить не может, и в случае родов вне лечебного учреждения она может погибнуть. И когда в ходе родоразрешения мама остается жива, живой ребенок, и они сейчас общаются в одной палате мать и дитя, и когда дома еще четверо детишек ждут маму, ну разве это не уникальность? Кстати, сейчас частота кесарева сечения растет. Причин тому множество. Хронические болезни матери или патологии плода. Да. Правда, у нас в стране, в отличие, скажем, от европейских, рожать путем кесарева сечения по одному лишь желанию женщины запрещается. Валентина Аскерова, Александр Антропов. Наши новости. Из Украины в Литву. Обвиненная в экстремизме и оскорблении чувств верующих бывшая жительница Барнаула Мария Матузная определилась со следующей страной пребывания. О том, что она переезжает в Литву, Мария сообщила изданию МБХ Меди. Напомним, осенью, получив от Барнаульского суда разрешение прервать подписку о невыезде, Мария отправилась в Москву для съемки в телепрограмме, но вскоре она тайно уехала в Украину, заявив, что не собирается в ближайшее время возвращаться на родину из-за опасения оказаться в тюрьме. Как теперь уверяет Матузная, она не планирует просить литовские власти о политическом убежище, если только ее не объявят в розыск в России. Между тем, у нее, как и у других обвиненных в интернет-экстремизме, есть шанс на прекращение дела. На днях Госдума приняла поправки о декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. Напомним, помимо Марии в уходящем году, еще трех жителей Алтайского края судят за размещенные в интернете картинки МЭМ. Для этих людей, конечно, это хорошо, потому что в отношении них сейчас прекратят уголовные преследования, прекратят уголовные дела. Административные уже не возбудят дела. Почему? Потому что сроки давности привлечения фактически уже исчерпаны. Но в то же время Роман Ажмегов полагает, что принятые поправки могут привести к тому, что в ближайшие месяцы число административных дел за МЭМой сильно возрастет, и общее количество обвиняемых в итоге не уменьшится, а увеличится. Около 5000 сотрудников полиции будут следить за охраной общественного порядка во время новогодних праздников. Патрулировать улицы будут и сотрудники Росгвардии, а также более 3000 дружинников и казаков. В местах большого скопления людей будут работать кинологи и взрывотехники. Об этом накануне сообщили в Министерстве внутренних дел Алтайского края. С 19 декабря по 8 января в регионе пройдет около 8000 массовых мероприятий в школах, детских садах, домах культуры, в парках и на площадях. Наружные наряды, задействованные в охране общественного порядка на территории края, в темное время суток и вечернее будут нести службу с включенными проблесковыми маячками, которые позволяют, скажем так, профилактировать совершение противоправных действий. Также граждане, видя проблесковые маячки, в наиболее кратчайшее время могут обратиться за помощью к сотрудникам полиции. В Министерстве напомнили, что новогодние каникулы не отменяют закон о комендантском часе для несовершеннолетних. После 10 часов вечера дети должны находиться только в сопровождении взрослых. Воспитывают 9 детей и хотят еще. Многодетная семья из Табунов стала семьей года Алтая. Памятный знак им был вручен во время сегодняшней церемонии «Согрей теплом родительского сердца». И это уже не первая награда, которой отмечены в этом году супруги Унгер. Осенью они стали победителями во всероссийском конкурсе «Семья года-2018». Дмитрий и Галина воспитывают 6 девочек и 3 мальчишек. На сегодняшний праздник, правда, приехали не всем составом. Вместе им просто не хватило места в машине. Живут в большом доме в районном центре Табунского района. Глава семьи предприниматель недавно купил коммунальную технику, чтобы на ней работать на благо села и за одной семьи. Супруга Галина вместе с дочерьми занимается рукоделием и развивает у детей музыкальные таланты. Во-первых, это счастье. Тяжело или не тяжело, бывает по-всякому. Конечно, непросто. Ну, молчите, наверное, не согласно сможете. Очень согласно. Большая семья – это очень здорово, очень хорошо, очень весело. Конечно, это трудно, надо всегда быть в тонусе. Ну, в общем, это очень... Всего награды получили 43 семьи из Алтайского края. Больше всего награжденных в номинациях «Семейная династия». Всем семьям были вручены подарки и дипломы, а три удостоены медали «Родительская слава». Доисторических муравьев, клещей, многоножек и жуков могут увидеть барнаульцами. В Балтайском краеведческом музее открылась выставка насекомых в Янтаре. Возраст экспонатов – 40-50 миллионов лет. Их обнаружили на побережье Балтейского моря. Как пояснили в музее, коллекция прибыла в Барнаулы из Новосибирского академгородка, где специалисты изучали древние останки и подтвердили их подлинность. Так что у посетителей есть возможность буквально оказаться лицом к лицу с древними созданиями. В то время, когда они обитали, также на нашей земле росли большие хвойные растения, которые сильно источали смолу. И застывшая вот эта вот смола, она образовала янтарь, в котором сейчас эти насекомые и находятся. Янтарь, да, он образовался послойно, поэтому в некоторых кусочках Янтаре мы можем увидеть сразу несколько насекомых. Чтобы рассмотреть насекомых детально, каждый экспонат снабжен особым увеличительным стеклом. Гостям экспозиции обещают также показать познавательные фильмы, посвященные древней флоре и фауне. За окном зима, и в эти дни мы начинаем больше ценить то, что делает нашу жизнь комфортнее, атмосферу теплее, а дружеские деловые связи надежнее. Оконная компания «Алькон» приглашает своих друзей, партнеров, барнаульцев и жителей края вместе подумать, что помогает нам преодолевать холод, сомнений и трудностей и достигать успеха. Рынок пластиковых окон – один из самых сложных, конкурентных. В компании «Алькон» уверены, удержать лидирующие позиции удалось благодаря слаженной работе и стремлению двигаться вперед, развивая производственные мощности, способные обеспечить запросы самых требовательных заказчиков. Есть у нас свой проектный отдел, который позволяет нам знать всегда новинки рынка строительного, рынка архитектурного и быстро внедрять их в наши технологические процессы, работать на благо развития системы энергосбережения, ну и, конечно, на благо наших заказчиков. В наступающем году команда «Алькон» настроена активно расширять границы, продолжать развивать отделы сервиса и продвижение. Это во многом ответ на слухи, что рынок пластиковых окон угасает, мол, старых окон под замену просто не осталось. Прошу обращать внимание не на слухи, а находить и отличать именно правду. Во-вторых, окна «Алькон» используются в зданиях любого типа и любого назначения. Опыт компании показывает и доказывает, что главное желание – главное действие. В компании «Алькон» верят, следующий 2019 год принесет удачу всем, кто вместе с ними планомерно стремится к успеху. Спасибо всем заказчикам, особенно благодарим постоянных дилеров компании «Алькон», которые на протяжении длительного времени доверяют нашей команде. Спасибо за то маниакальное упорство, с которым вы достигаете результатов, за такой же надежный и профессиональный монтаж алюминиевых и пластиковых конструкций под маркой «Алькон». Мы будем продолжать делиться с вами наработанным за 16 лет опытом. Уважаемые наши заказчики, наши дилеры и партнеры, поздравляю вас с Новым годом, желаю вам здоровья, счастья, удачи в Новом году, чтобы все ваши начинания мечты сбылись. И в завершении выпуска «Погоде» спешите сделать приятный сюрприз своим близким вместе с салоном «Азия-Спа». Погрузите родных в минуты блаженства, релаксы и оздоровления. Подарочный сертификат в «Азию-Спа» – это отличный источник сил перед большими новогодними праздниками. В салоне «Азия-Спа» вас ждут релаксирующие антистрессовые программы, уход за телом и лицом, различные виды обертываний и многое другое. За такие ощущения ваше тело скажет вам спасибо, а мир волшебных ароматов создаст настоящее новогоднее настроение. Морозы в крае сохраняются, но в некоторых районах немного теплеет, без осадков. Самый холодный день ожидается в Олейске и Заринске до минус 28, а самый теплый – в Змейногорске всего 18 градусов. В Камне-Наби-Рубцовске 21 ниже 0. В Барнауле без осадков ночью ожидается до минус 40, 28 градусов мороза днем. Все новости к этому часу напоминают телефон редакции в Барнауле 722-440. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok